Всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я решила наконец-то снять для вас видео с сумками в роддом. У меня сейчас 40-ая неделя идет. Сумки у меня, то есть пакеты, сложены уже давно. Но никак не доходили руки именно отснять для вас видео. Наконец-то решилась и сейчас хочу вам все это показать. И первое, что я вам покажу, это будет вот такая вот папочка. Здесь сложены все документы, обменная карта, блокнот, ручка, конверт с маркой по Украине, все УЗИ, в общем, паспорт. Если у вас партнерские роды, то обязательно должна быть в Украине, по крайней мере, флюорография, пройдена мужем. Написано заявление на партнерские роды. И еще у него брали на донорство кровь. Все его документы я сюда не складывала. Я оставила у него. Их он носит постоянно с собой. То, что обязательно пригодится, это телефон, зарядка. Вот такие у меня моющиеся тапочки закрытые. Они, конечно же, слегка парят, но зато они широкие и очень удобные. Особенно вот эта вот подстилочка, так сказать. Это мой первый пакет, который я беру с собой, получается, в родзал. Беру я халат. Кстати, не слишком тонкий, но и не слишком теплый. Как раз то, что мне надо. Пеленку вот такую вот, на всяк случай. В пакетик у меня уже сложена ночнушка. Такая вот маленькая косметичка. Здесь у меня расческа, гигиеническая помада, резинка и зеркало. Все. Носки беру, но не знаю, пригодятся или нет. Говорят, что холодно становится, поэтому возьму. Пакет для своих вещей, которые я сюда сложу. Ну, в общем, те вещи, в которых я приеду в роддом. Так, беру такой вот наборчик салфеток. Сухие, антибактериальные и для интимной гигиены. Обязательно воду. Еще одну докуплю бутылочку. Это такую я взяла просто именно с дозатором, чтобы было удобно. Здесь у меня простынка на резинке. Не знаю, пригодится или нет. Но в списке было постельное белье. Но я считаю, что зачем все постельное белье брать в сам роддзал. Я взяла только простынь и вот такое вот полотенце. Такие вот памперсы нам давали на курсах. Здесь две штучки. Самые маленькие. Вот хагис. Беру их. И вот здесь вот у меня пайковая пеленка, шапочка, носочки, царапки, распашонка, ползуночки. Вот это вот все я беру в роддзал. Может, что-то еще доложу, не знаю. Но пока я думаю, это самое главное. А там уже посмотрим. Следующий пакет это для меня. После получается родов. Палату. И с собой я беру постельное белье. Полотенце поменьше. Два лифчика для кормления. Обычные трусы на всякий случай. Вот такие вот беру размер L. Одноразовые трусы. Вот этого производителя. CanPool. Две ночнушки. Вот такие вот пеленки. Четыре штуки. Они небольшого размера. Я думаю, для чего-то да и пригодятся. Здесь у меня накладки на грудь. Мыльница с детским мылом. Для меня. Шампунь маленький. Зубная щетка. И зубная паста. Беру мочалку, чтобы мыть посуду. И моющее средство детское. Также беру несколько мусорных пакетов. И несколько кулечков. Из посуды тарелка и чашка пластиковая. И две ложки. Также беру сахар и чай. Бипантен. Мочалка. Вот такие я взяла прокладки. Котекс на четыре капли. Здесь восемь штук, я так поняла. Если что, докупим еще. Такие вот пеленки от Tana. TanaBet. Здесь пять штук. Размер 60 на 90. Тот, который был указан в списке. Вот такая вот туалетная бумага. И полотенце. Ну вот, это и весь мой пакет, который я заберу с собой в палату. А сейчас я вам покажу. Так, и последний пакет, который я вам покажу, это будет пакет для ребенка уже после рода. У меня, в принципе, все поместилось. Вот такой вот прозрачный пакетик. Памперсы. Купила вот такие вот. Helen Harper. Двоечка. 3,6 килограмм. 16 штук. Детские подгузники. Еще одну упаковку мне дали на курсах от Huggies. Пеленки. Две байковых, две ситцевых. Влажные салфетки. Вот такие вот. Судокрем. Детская гель мыла. Ватные палочки. Такая вот пустышка. На всякий случай. Градусник. Одежда. Здесь одна распашонка. Одни ползунки и шапочка. Такой вот один комплектик. Здесь я положила несколько носочков, слюнявчик, еще человечек. Здесь тоже несколько шапочек и слюнявчиков. А вот здесь вот остальная одежда. Здесь тоже есть. Здесь человечки. Там и с ручками, и без. В общем, разные. И беру вот такой вот у меня трансформер-одеяло-конверт. Им же я буду, если что, укрывать малыша. А потом уже при выписке в него и положим его. Еще возьму пододеяльник для него. Это был пакет для малыша. Уже после рода в палату. Снимать для вас и показывать пакеты на выписку и для мужа не считаю нужным. Это индивидуально для каждого. Так что их я вам показывать не буду. В принципе, самое главное я вам уже показала. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски видео. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok